здравствуйте мои дорогие с вами на связи века на подписывайтесь на мой канал это гости моего канала к вам обращаюсь но моих дорогих любимых подписчиков я конечно же приветствую и хочу вам сейчас показать очередной расклад найти из таких глубины подсознания человеческие которые человек как бы сигнализирует но сказать о них не может тайны подсознания какая-то такая сакральная вещь для тайны подсознания и давайте посмотрим чтобы может быть он хотел вам сказать что он у вас думает ваш загаданный партнер кстати в комментариях можете написать имя своего загаданного партнера и какие у вас отношения вы разошлись вы вместе ну что сейчас происходит если будет желание либо есть какие-то комментарии будут может быть кто-то может со мной поспорить если буду давать какие-то советы которые не совпадают с вашей ситуации так уверен ли он своих чувствах и намерениях по отношению к вам ну либо к своей женщине давайте будем так говорить мужчина уверен своих чувствах он долго думал он привык вам уже и давайте будем так говорить мы видим аркан повешенного он даже вот просто решил зависнуть на вас ожидает зависность такое интересное слово то есть остаться с вами надолго долго долго но нужно понимать он открылся для вас да вот как на ладони открыт для вас да но здесь посмотрите выходит у нас аркан дьявола о чем-то говорит несмотря на то что он вам открылся что он вас любит может быть говорил да но на самом деле аркан дьявола себя показывает очень сильную зависимость человека к вам а дело то в том что прежде чем например пускаться в какие-то отношения я бы всегда советовала самой женщине разобраться самой не идти вот тогда подспорно найти отношения мало что мужчина конечно я понимаю говорят что он тебя любит сейчас сейчас редко встретишь мужчину который тебя любит но разберитесь сами это что у вас порыв каких-то эмоций может вас страсть а может быть какая-то симпатия флирт либо интерес потому что любые отношения мои дорогие надо начинать в осознанном состоянии делая осознанный выбор и принимать на себя тоже ответственность за эти отношения вот это пожалуйста пойду вот вот несмотря на то что вот он например вы как понимаете уже уверен а мы видим что он здесь уверен может вам об этом не говорит но по сеть вместе уже может быть прошли год может он ложился и поэтому да уверен а все летай на своем доверил все ли вы о нем знаете это знаете как игру установление доверительных отношений вот смотрите в принципе в принципе он вам доверил уже все что вы можете о нем знать вы вероятно все же о нем знаете у него есть какие-то мечты кстати открывается новые подробности а мечты такие чтобы вы тоже открыли для него свои тайны полностью но вот видите такая карта кстати выходит таркан справедливости о чем это говорит для того чтобы у вас был крепкий союз важно не просто верить этому человеку а нужно проверить все факты вот сразу говорю мало ли что он говорит я понимаю что нужно достаточно времени на все это но это ваше будущее бывает даже так что даже счастливые знаете пары либо семьи часто рушатся из-за каких-то досадных вещей которые не были открыты при знакомстве или есть какая-то скрытая ложь здесь ее нет но лучше все что он говорил мы здесь видим все-таки звезда до с одного кувшина наливается в другой выливается что-то в есть что нужно все-таки лучше проверить да а что проверить ну я понимаю что это может быть как-то не очень хорошо звучит проверить но достовериться надо что все было по-честному потому что потом будут плохие сюрпризы это финансы родственные отношения какие-то правовые вопросы здоровье обязательно все нужно проверять на одном доверие то что он говорит человек этого мало да каким-то образом надо проверить поймите меня я не просто так это говорю я вам говорю из добрых побуждений орган справедливости кстати показывает что нужно достать какую-то правду пускай это правда даже вредит вашим отношениям но хотя бы это будет на поверхности и вы будете знать с каким человеком имеете дело у мужчин есть какие-то хотелки как их называют да и чтобы он хотел и вот здесь посмотрите что мы видим я бы ты назвала так я бы хотел бы чтоб ты меня обнимала но не душила своей любовью я хочу чтобы ты была ближе со мной но не забывал оставлять мне мое пространство их откроем секрет женщины часто стараются найти мужчину который хочет иметь семью но это далеко не как нет но не так мужчина очень поздно задумывается семье это не очень много мужчин который хочет иметь семью и поэтому чтобы мужчина создал свою семью надо чтобы он вас добился не быть легкодоступной мужчину нужно привести к тому таким образом то отстранялись от него да то удерживая на каком-то расстоянии как я раньше помните говорил в каком-то раскладе он говорит я тебя люблю а ты говоришь а ты мне тоже очень нравишься мужчина должен любиться он знаете должен просто за вами подглядывать вас преследовать и подсовывать и вам под дверь цветы да 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 вот когда он будет добиваться любви в вашей да у него развьется чувство ответственности и вот тогда он захочет жениться и будет ценить свою жизнь и ценить такую женщину со своей жизни до в которой она вошла и тогда после до и когда мужчина уже добивается да он начинает понимать что у него женщина самая прекрасная на всей планете и вот этот мужчина так думает что она меня самое лучшее самое прекрасное это чудо не женщина и есть охотники которые бы хотели забрать мне эту женщину вот какая женщина видите но эта женщина со мной эта женщина со мной и я очень этому счастлив и какие еще хотелки в его подсознание говорил он вам не говорил давайте посмотрим что мы здесь видим им очень хочется чтобы они взаботились может быть все какие-то проблемы взвалили на себя в чем-то помогли возможно есть какие-то проблемы но боже упаси боже упаси чтобы не относились к нему как мать к сыну почему знаете как бывает он сам будет решать свои вопросы в это хорошие хозяйки все у них чисто все ладно да но муж почему-то или мужчина подсознает ли ищет другую женщину почему вы думаете потому что он искал не маму с этим разобрались да а что еще а еще бы он хотел вот посмотрите здесь какие-то карты интересные у нас выходит чувство достоинства женщина и мужчина все-таки с какими-то изъянами да ну может каким-то недостатками минусами и он хочет их скрыть и возможно он бы сказал так я хочу чтоб ты знала о моих минусах но чтоб ты их приняла и не пыталась их изменить я хочу чтобы ты влилась мою жизнь но моей жизни ты не меняла направление моей жизни да я боюсь я рискую когда рядом с тобой все-таки тебе доверился раз я доверилась но риск есть я чего-то в жизни достигну я боюсь это потерять да если ты начнешь мне переделывать я добился этого таким какой я есть и благодаря тому что у меня это есть потому что именно такой и не нужно мою жизнь переделывать и когда секрет кстати могу вам рассказать когда вы не будете вмешиваться его переделывать да он сам захочет измениться он сам захочет быть лучше понимаете да он захочет меняться что этот мужчина может дать своей женщине поэтому выяснили да что он не хочет чтобы были рядом но чтобы вы усилили меняли потому что он понимает что вот если он будет другой у него что-то не будет получаться и заботиться о нем надо как любимой женщине но не как мама не переусердствовать обязательно кстати во всех раскладах даже во многих у меня вот это вот кстати выходит почему-то женщины перегибают палку и уж слишком много отдают решают за него все мужчина знаете как говорится гвозди забивать за мужчину но не надо этого делать пускай мужчина берет на себя ответственность вот какой-нибудь раскладе расскажу одну интересную историю из моей молодости как я понимала раньше что не надо быть уж очень заботливой что мужчина может дать своей женщине мужчина хотел бы сделать свою женщину счастливой да вот но пока у него не хватает ресурсов на это и он будет стараться он хочет стараться он встретил красивую женщину но он не уверен что он достойный этой женщины к сожалению у него есть некие такие сомнения он доверился он все сказал либо он хочет довериться но она такая красивая такая лидирующая его это немножко пугает но он хочет продолжать отношения посмотреть что будет дальше а вот про женщин да давайте скажем так аркан мира мы тут виде вот посмотрите если кто-то сомневается в своей женственности аркан мира нам здесь пожалуй самый главенствующий не надо в себе сомневаться знаете еще наши предки наши бабушки делали так для чего рождается женщина в мире да для того чтобы что во первых чтобы любить заботиться ухаживать да за своей семьей до создавать вокруг себя среду теплоты и счастья аркан мира и мужчина должен быть уверенным рядом с этой женщиной почему потому что найти как говорят у хорошей жены муж генерал понимаете да почему потому что нужно сидел с любовью вот если у вас есть мужчина нужно думать о мужчине с любовью а если вы уже живете вместе все с любовью это некий ритуал даже просто в стиральную машину закладывайте белье с любовью а кушать готовите с любовью оставите еду до проварку либо в микроволновку с любовью думать до еду готовим с любовью общем все что вы делаете вы все делаете с любовью вот нам карты кстати это подтверждает все ваши действия да они правильные будут если вы все будете делать с любовью вы хозяйка в своем доме и от вас зависит микроклимат и знаете как все интересно получается вроде бы все готовится да все что приготовлено что все что сделано вашими руками все пропитана женской энергией и любовью и все что вы будете делать с любовью все будет казаться вкусным и все это принесет вам счастье просто вам добрый совет как милым добрым хозяюшкам проводите некий ритуал с любовью знаете как говорят если даже в жизни бывают какие-то неприятности и вы хотите чтобы мужчина был с вами счастлив и то что вот он вам доверился и хочет быть рядом вы тоже сами не отставайте от этого да вы сделаете все с любовью и это некий ритуал потому что когда вы готовите с плохим настроением пищу это будет яд они пища и вкусив этот яд ваш мужчина даже какого в плохом настроении будет плохо к вам относиться вот просто вам говорю да вот поэтому это некий ритуал все делаю с любовью что-то начала говорить на это скачал с потока же ушла что-то хотела сказать очень важное ну может быть кто-то напомнит меня что я говорила потому что я уж честно говоря говорю много говорю много хотела просто дать какой-то совет но в принципе важный совет я вам дала а вспомнила вспомнила если какие-то неприятности если там спотыкнулись да либо упали либо что-то там разбили чашку либо что-то получается всегда говорите к счастью к любви к счастью к любви что-то поссорились говорить и к счастью к любви да что-то вас любви произошло не так какие-то осечки неприятности говорите к любви к счастью используйте пожалуйста любую ситуацию в пользу любви а так принципе расклад получился неплохой как я понимаю да мы заглянули в сокровенные основные тайны вашего мужчины может быть не вашего мужчина загаданного мужчины и я думаю что что-то мы здесь все-таки рассмотрели ой дорогие кому нужен личный расклад обращайтесь и вы также можете даже написать мне свои ряд вопросов узнавайте условия и на этот ряд вопросов я могу дать вам сделать расклад именно по вашей ситуации либо подберу склад под вашу ситуацию свой личный как вижу это я обращайтесь не пожалеете с вами века на всего доброго мои дорогие